Женам эмиграцию штурману Клофелин. Спецслужбы России заявили, украинские военные хотели угнать самолет. Украинские спецслужбы пошли на нарушение подписных истин разведки, нарушение конспирации. Сотрудники ГУР раскрыли не только свою принадлежность к разведке, но и собственную внешность и свое местоположение. Заявили, а точнее, очень быстро раструбили с помощью главного рупора Кремля. Это Александр, сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины. Он через соцсети вышел на российского военного летчика с задачей подкупить. По словам представителей ФСБ, украинские военные пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза военных летчиков. В виде доказательства предоставили переписку. Самая важная цель этого мероприятия, это целая боевая идея, ну и человек, который перешел в нашу сторону. А один из фигурантов даже согласился дать интервью. Изначально информацию, полученную от неизвестного мне лица, воспринял как шутку, естественно. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины. ФСБшники утверждают, операция курировалась самим НАТО. В последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО. Стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона. Угнать хотели военные самолеты Су-24, Су-34 или Ту-22М3. На видеозаписи, как утверждается, показаны переговоры сотрудника украинской разведки с российским летчиком. За самолет летчику предложили 2 миллиона долларов. Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться отдельно, а еще сверху миллион. И обеспечить жену европейским паспортом. Мы сможем сделать ей паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите, в одну из европейских стран, либо вид на жительство этой страны. Самолет собирались посадить на аэродроме Канатова-Кировоградской области. А штурмана планировали отравить клофелином. За сколько минут до выхода к самолету, ваш штурман пьет кофе. Просто есть, ну, зачастую есть с нами препараты, которые действуют там через 40 минут как раз, через 30-40. Поэтому нам очень важно рассчитать вот этот диапазон. В Акурат две упаковки клофелина изъяли в тайнике. Не где-нибудь, а в Волгограде. Действительно оставили. В Волгограде, в тайнике, рядом с дорожным указателем, в лесопосадке, российскими спецслужбами изъяты упаковки клофелина. 20 ампул прислали. Телеканал также показал 4 тысячи долларов. Аванс для летчика. Которые якобы изъяли у украинского курьера на Липецком вокзале. Но вот в сюжете не объяснили, как все эти события сплетаются в одну историю. Ну и зачем? Российский зритель голубому экрану верит на все 100. Украинские спецслужбы как антигерои есть? Спецслужбы Кремля в роли героев есть? Не забыли и о главном злодеем? Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб. А причастности к Грозьеву, к Ми-6 нам известно не только из его заявлений. Да-да, ФСБ уверяет, что к попытке угнать самолет причастен журналист-расследователь проекта «Билинкет» Христо Грозьев. Используя традиционную смесь фальсифицированных доказательств и вольно интерпретированных фактов, ФСБ также обвинила меня лично в причастности к заговору с захватом самолета. По словам Грозьева, команда «Билинкет» и правда снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Это расследование сообщил он в Твиттере, в скором времени будет опубликовано. Несколько российских летчиков вышли на связь с оперативниками и прислали фото из кабин своих самолетов. Но вскоре тон переписок изменился, из чего украинцы сделали вывод, что теперь пилоты общаются под руководством контрразведки ФСБ. В частности, эту версию подтвердило то, что один из пилотов внезапно попросил эвакуировать из России не его жену, а любовницу. И не понимает, чем именно кичатся спецслужбы РФ. ФСБ представляет операцию как свой успех. Хотя в ходе нее были преднамеренно раскрыты личности десятков офицеров контрразведки. Их методы работы и их агенты под прикрытием. Украинские военные эксперты считают... Это больше информационно-психологическая операция со стороны ФСБ России. Потому что проводить такую работу довольно нецелесообразно. У нас прескурант есть, летчики об этом российские. Знают, на фронте все плохо, зато вот наша разведка, она, смотрите, какая поймала шпионов, которые все нам рассказали, все нам показали. Если они знают координаты наших позиций, сколько дней прошло, почему они не наносят удар по нашим системам ПВО? Вот вопрос. Они же ракетные обстрелы не прекращают. Поэтому это больше слова, и больше заявления. Тем более направленные, на мой взгляд, сугубо на внутренний рынок. Голливудские сценаристы могут только позавидовать российским фейкометчикам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова